Привет, друзья, с вами Страйник, и я продолжаю играть в Elite Dangerous. Я немного повоевал в цели сообщества, не скажу, что прям очень много, но вот она завершилась уже несколько дней назад. Я попал в лучшие 75% и сдал всего лишь на 6 миллионов кредитов. Вот, если бы, наверное, поиграл бы больше, может быть, даже где-то повыше забрался. Ну, на это я имею 2 миллиона кредитов и глобальные награды. И как мне их забрать? Завершено. А мне уже что-то выдали? А, да, вот, 2 миллиона, а что за глобальные награды? Что есть глобальные награды? Не понимаю. Ну, ладно, понятно. Короче, повоевали, прикольно, но надо, конечно, не на таких маленьких кораблях, потому что это все ясли, и нужно помощнее корабли. Но теперь я, наконец-то, подформил некоторые элементы. Если мы посмотрим, я могу... Третий уровень докачать у меня здесь. Уйди. Вон, 12 попыток. Даже на четвертый тоже 12 попыток есть. Ну, на пятом у меня нету. Так и не стрелял мне ни разу вот этот объект. Ну и ладно. Поэтому, чё, я сейчас вылетаю за своим исследовательским кораблем. Прокачим мы ФСДХу. Ну и чё сможем. И, наверное, отправляемся в путь. Добрался я до станции, где у меня лежит кораблик исследовательский. Интересный момент. Я когда прыгал в другую систему, я перегрелся возле солнца. И у меня такой эффект был на стекле, как будто бы, не знаю, испарен это или что. Прикольный такой эффект. Вот вы можете посмотреть. Интересно, с чем это было связано. Так, и мы теперь должны, чё там, в космовер зайти и забрать наш кораблик. Вот, на нём есть... Использовать. На нём вот тут написано, что есть три улучшения. Блин, на этом вроде тоже было. А, нет, я, наверное, вот этот улучшал. Точно, точно. Так, мы сейчас проверим. Просто я переживал, что у меня гаечки эти исчезнут. Придётся заново всё качать. Но мы заходим. Смотрим дальность прыжка. 44 текущая. Текущая. Получается, она всё прокачана. Полечу к инженеру и там посмотрим, что ещё можем прокачать. Добрался я до Физиклисити. И смотрим. Да, у меня две гайки были прокачаны. Третья почти. Давай посмотрим, сколько у меня там дальность корабля. 44,10. Нам нужно ещё немного сюда прокачать. Да, экспериментальный эффект. Мы, кстати, может быть, сможем его заменить. Давай прокачаем. Всё, четвёртая открылась. Мы эту не докачиваем. Тут экспериментальный эффект остался, да? Ммм. Ладно. Так, было 44 вроде, да? Делаем это. Применяем. 45. Уже больше. Экспериментальный эффект. Давай. Мы что там хотели? Вот это. Оптимизированная масса, да? Или топливо. По идее, я смогу везде заправляться. Я, блин, даже не знаю. Ладно, давай вот. Ладно, давай вот эту поставим. Всё. Ну, мне кажется, с топливом она была бы подальше. 44, кстати. 45 было. 47. Ну-ка. Давай попробуем ещё раз. Причём, сейчас запомню. 47, 82. Экспериментальный эффект. И попробуем вот это вот. Ну, видите, даже вот это получается выгоднее на, там, 2 сотых. Ну, всё равно. Давай тогда её возьмём. И здесь дальше прокачиваем модификацию. 48. 48, 95. О, Фелисти... А, ну я ж не могу точно. Я не могу тут прокачать. У меня нету вот этой... Манипулятора для работы с химикатами. Так. Жалко, конечно. 3 попытки можно было. Ну, давай вот этот попробуем докачать. Сколько он мне хватит? Ой. Нет, экспериментальный эффект не будем. Докачиваем. Ну, давай. Ну, почему он под конец постоянно вот это начинается фигня какая-то? Всё, готово. Отлично. И пятый уровень. 50 цветовых лет. Ну, в принципе, неплохо, мне кажется. 54 без груза. Я думаю, нам этого намного хватит. Давай ещё посмотрим, что мы здесь можем прокачать. Сенсоры, кстати, хотел прокачать. А, у меня точно тут нифига нету. Силовая установка. Могу что-нибудь прокачать? А, мы прокачали мощность. Хорошо. Двигатель. А, кстати, сканер поверхности. Точно, точно. Тут же мы, по-моему, не докачали. А, механические отходы опять нужны. Где же они берутся? Они пользуются в грузовых судах. Ну, я вот, кстати, сколько воевал, я не встречал их. Дебильное описание. Мне кажется, оно тут неверное. Ну, думаю, на этом всё. Я, в общем, посмотрел, что здесь можно было бы ещё поставить. Я даже не знаю. Один слот у меня на троечку остался. Надеюсь, это будет не критично. Здесь у меня всё под... Даже с минусом? А, ну да. Я, типа, катапульту какую-нибудь отключу просто. Или сканер следа, например. А можно, типа... Ну, в общем, что-нибудь отключу. И не будет проблем. А если нужно, будет включу. А делаю это просто. Захожу в модули. А, я, кстати, уже что-то отключил, да? А, во, я гараж отключил. Да, действительно. Мне он, в принципе, не нужен. Как буду садиться на планету, там и включу. А, и катапульта ещё отключена. Ну вот. Собственно, это не проблема. Включить это очень быстро. Ну, и всё. Мы, наверное, отправляемся в космос, покорять глубины этим. Куда бы нам полететь? Я вот прям сразу в центр. Не хочу лететь по прямой. Если посмотреть. Чем ближе, тем больше звёзд. Шасси убрано. А, вообще, конечно, цель куда-нибудь вот сюда. А что так медленно двигаешься? А, я как-то высоко, что ли, был? Вот сюда нам надо. Где тут звёзды-то? А тут где-то звёзды должны быть. Наверное, не подгружались. Ну вот, короче, тут прям очень много звёзд. И я даже не знаю, нам куда-то сюда надо. 21 тысяча световых лет. Какие-то вот фиолетовые звёзды. Хочешь, тут какой-нибудь такой фиолетовый. Капец, тут, конечно, листается. Ну, давай так. А. Что происходит? А, это он мне так приблизил её? Ого. Так, а маршрут, короче, не могу приложить. Ну, тут, наверное... Как это так вышло? Я вроде сюда тыкал. Ладно, туда, наверное, ближе надо подлететь. Потом можно будет что-то выбрать. Но, давай, в какую сторону полетим? Вправо, влево, вверх, вниз. Давай куда-то вот сюда, наверное. Хочется и на край слетать, и в центр. Ну, давай пока в ту сторону полетим. А как-то можно вернуться на моё текущее положение? Да, с картой очень трудно пока управляться. Она какая-то вот трёхмерная, и это очень проблемно. Ну, если я, например, полечу в ту сторону... 4 тысячи световых лет. Так, это я проложил. Может, дальше могу? Надо как-то вот в одной плоскости право-лево не шевелить, и оставаться. Может быть, так получится? 4 световых... 4 тысячи световых лет проложил. 6 тысячи световых лет. Так, интересно, почему туда в центр сразу не смог проложить? Может, там нужно именно самому как-то прыгать? 7 тысяч световых лет. Так, ладно. 9 тысяч. Прокладывает. Можно, кстати, ещё, знаете, будет сейчас всё сделать. Сейчас я тут поищу. Так, 10 тысяч световых лет. Ну, это полпути до... Центра, получается. А видели, как он сбоку построил маршрут? Как будто бы напрямую не прыгнуть. Я тут подумал. А вот если на самый край галактики улететь, там дальше что, звёзд вообще не будет? Маршрут всё дольше и дольше строят. 314 прыжков. Я, в общем, чё ещё хотел? Можно сделать здесь вот так вот. По одному. И пересчитать маршрут. Нельзя. Походу, ограничения по какому-то количеству маршрутов. Ну, прыжков точнее. Интересно, сколько всего повстречаю. 17 световых лет. Слушай, походу, реально проблема какая-то именно с прыжком в центр. Потому что, смотри, уже вот на 19 тысяч световых лет я сделал... О, какая-то штука вот. Что это такое? Давай вот сюда и слетаем. 22 тысячи световых лет почему-то... А, он не хочет прокладывать. Интересно. Не, нужно как-то вот так вот. Вот, 19 тысяч световых лет проложил. Походу, 20 тысяч световых лет это максимум. Да, 20 не может. Ладно, давай вот до сюда долетим. Это сколько? Ну, кстати, прилично. А еще, кстати, момент. Наверное... Ну, я сейчас вот сюда долечу. Потом на край полечу и к центру. Так, ну, мы поняли, что... Маленький маршрут мы делать не будем. Я, наверное, это вот возле центра полетаю на маленьком маршруте, чтобы побольше посканировать. А... Так, я где? А, я на планете точно забыл. Странная картинка. База инженера. Итак, я вот прыгнул в следующую систему. Во-первых, чем я буду заниматься? Во-первых, зарядкой... О, солнце. Давай посмотрим, какая тут скорость забора. Смотри, 200 уже. 300. Сколько максимум? Я боюсь просто сильно близко приближаться. Слушай, я даже до максимума не догнал, он забрал. Обалденно. Просто обалденно. Сканируем систему. Звать тело. Система завершена. Ладно, такой себе пример. Ну, в общем, буду сканировать систему. Если здесь найду... Вот у нас есть, можно посмотреть на анализе сигналов. Каменистые, ледяные. Каменистые, ледяные. Землеподобные планеты. Землеподобные планеты. По-моему, за них самое большое количество денег дают. Ну и плюс мне хочется понаходить системы с такими планетами. Вдруг как-то в будущем можно будет их терраформировать. Или заселить жизнью. Не знаю. В общем, буду стараться, если есть вот такие землеподобные планеты, их искать и сканировать полностью. По-моему, сейчас за металлическую мне дали много денег. Там 100 тысяч, по-моему. Ну, посмотрим. Я разные посканирую, конечно, именно полным сканированием. А всякие там мелкие каменные, ледяные, наверное, не буду. Посмотрим. Может быть, кстати, поищу статистику. Есть же, наверное, сколько что стоит. Насчет еще хотел посмотреть по карте. Ну, кстати, полоска практически прямая, да? Далеко. А, ну хотя она тут далекая. Ой, она очень далекая. Я так прикинул, что какой-то у меня слишком большой прыжок. Одним прыжком практически из пузыря выпрыгнул. Давай проверим. Ну вот, уже на краю практически. Или выпрыгнул даже. Даже выпрыгнул вот из пузыря. Одним только прыжком. Я только думаю, о, так я быстро пролечу. Ага, быстро. 445 прыжков. Обалдеть. Ну, в общем, первая цель. Летим к этой планете. К этой, не знаю, не планете, а вот этой какой-то штуке. Посмотрим, что это такое. Ну, а какие-нибудь интересные планеты я вам покажу. Ну, и заодно там будет видно, как я буду сканировать. Я отправляюсь в путь. Да, посмотрим, что мы тут найдем. Надеюсь, это будет интересно. Хотелось бы еще найти какие-то... Там, может, корабли большие. По идее, я их вот на сканере смогу тоже засечь. Там есть более устойчивые сигналы. Вот это будет проговорить про какие-то корабли, наверное. Не знаю, посмотрим. Ну, я полетел. Итак, я вот уже сделал сколько-то прыжков. Не знаю, сколько просканировал систему. И что самое интересное, здесь уже есть планеты, которые... Их первые открыли, то есть обычным сканером просканировали, но не описали. И вот в этой системе одной из самых дорогих планет это вот газовый гигант второго класса. Я нашел все-таки табличку по стоимости планет. Не знаю, насколько это актуальная табличка. Ну, в любом случае, плюс-минус должно быть то же самое. Так вот, газовый гигант второго класса у нас за опись нам дадут 120 тысяч. Копейки, конечно, но почему бы нет? Как минимум, я получу опись. Если, конечно, донесу эти все данные до станции. Так, ну, я вот подлетел. Ну, кстати, здесь не только газовый гигант. Тут прям очень много планет, которые... Ну, вот это описали. Вот это не... Кстати, странно. Вот эту планету каменистую чувак сделал первопись, а рядом стоящие гиганты не сделал. Тут вот каменистая тоже планета. Тоже каменистая. Тут, короче, с насыщенными металлами где-то я видел. Вот планета с высоким содержанием металлов. Первопись тоже не сделали. За планету с высоким содержанием металлов будет тоже 120 тысяч за опись. То есть, можно, в принципе, здесь неплохо собрать. Но я, конечно, если посмотреть на табличку, буду рассчитывать на планеты выше водного мира. То есть, водный мир, каменистый мир, пригодный для терраформирования, аммиачный мир. Ну, и, в общем, все пригодны для терраформирования. Тут идет от 400 до миллиона. Конечно, самые вкусные землеподобные миры. Но, так как эти планеты не описали, я пока еще полон энтузиазма, я сделаю опись. Давайте начнем с вот этого гиганта. Какой он огромный. Я подлетел вроде еще далековато, но он кажется очень большим. Мне кажется, надо поближе подлетать. Слишком быстро. О, можно с такой дальности уже стрелять. Но мы можем даже еще немного, наверное, подлететь, чтобы не ждать долго ракетки. И, кстати, я нашел еще другую табличку, с помощью которой, в принципе, описано, сколько ракет потребуется для нормы. Ну, вот мы если зайдем в сканирование, у меня вот в правом нижнем углу написано зондов 21. И если мы посмотрим на вот эту табличку, здесь можно найти вот 20 зондов. И, следуя ей, можно спокойно всю планету описать в нужное количество. 21, конечно, очень много. Ну, если прикину, да, вот как стрелять. Я, так понимаю, мне нужно просто наводиться в эти места центром. Не стрелял ни разу. Ну, давай попробуем. Тут вот идет вот такой ромб, или как эта фигура называется. Блин, да, сложно. Ну, короче, давай попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. У меня, кстати, сканер еще прокачан, поэтому у меня в теории даже можно меньше сделать. Так, теперь мы должны стрельнуть вот это... Мне кажется, я плохо стрельнул. Вот это край? А мне нужно стрельнуть посередине края, наверное, как-то... А, ну это прям вот над планетой, типа. Сюда. Сюда. Так вот. Так, ну, неплохо. 38%. Дальше нам предлагает пострелять чуть выше... А, кстати, он постоянно смещается, чтобы по-другому делать, да? Хм, я маленько затупил. Теперь нам предлагает пострелять чуть выше вот этой линии, получается. Прямо на линии. Чуть-чуть выше вот так вот. Вот здесь. Вот здесь. Сюда. Поверхность просканирована на 50%. Ну да, получается, постоянно этот ромбик крутится. И за счет этого... Все эти стороны должны перекрываться. Ну, уже просканировал 65%. И, я так понимаю, последние 5 залпов я должен сделать... Получается, как? У нас вот это промах. Вот это вот промах. А вот там середина, то есть край планеты. То есть я должен стрельнуть где-то чуть выше середины вот этой полоски, да? Края так вот. Так, ну, давай попробуем. Можно переключиться на другую планету. На другую сторону планеты. Давай вот я вот в эти штуки стрельну, где у нас пусто. Где-то посередине, да? Чуть выше. Так, вот это промах. Делим пополам. Вот сюда вот где-то. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Нам нужно просканировать 90%. Как только 90% засканируется, то... Планета засчитается как просканированное полностью. 808, 90, 100, все. Отлично, я уложился и бонус за оптимальные затраты. Да, блин, знал бы, я бы, наверное... Но нужно было искать другого инженера, у которого можно было бы этот сканер просканировать побольше. В общем, планету я просканировал 100%, но первая опись еще не появилась, что это я ее просканировал. Мне нужно датащить эти данные еще до станции. Я надеюсь, нигде не погибну. А тем временем я пока просканирую еще другие планеты, которые здесь есть поблизости. На которые... На которые еще нету описи. Можно вот, допустим, вот так найти ее. Вот здесь нету. Каменистая. И отправляемся туда. Единственный момент с этой описью, конечно, это летать. Я видел там одну планету, на которой было лететь 200 тысяч световых лет. Ну, как-то долговато. Ну, в общем, так сейчас пока и буду продолжать. Если что-то найду интерес, то обязательно покажу. Ух ты, тут такой момент. Просканировал планетку, да? Вот эту каменисту, которую вот выбирал. Тут 4 зонда. Просканировал. И у меня сверху появился фильтр. Фильтр все. Бактерии, моллюски. Тубусы какие-то. Дерновина. Я так понимаю, это, наверное, с Одиссейки. Но я еще туда не летал, не плавал. Не знаю, там костюмы, знаю, нужно покупать. Но я-то ничего не купил. Блин, вот интересно. Короче, походу, надо так будет искать. Вон, если посмотреть, справа вверху в углу написано на выдающиеся сигналы, биологические. То есть там 4 типа биологических данных можно собрать. И вот я их, когда просканировал всю планету, можно вот находить. Моллюски, видать, какие-то редкие, их очень мало. Я понимаю, почему планеты не все описывали. Чем дальше отлетел от пузыря, тем сложнее найти планеты, которую еще бы не описали. Кстати, прикольная такая каменистая планета. Вот я тут тоже нашел прикольную планету. Каменистая, но выглядит она как-то прям необычно. Но на нее слетаем. Так вот, о чем я? А если мы посмотрим, есть, например, ага, вот, есть, например, планета, ее чувак описал. Но, например, зайдя в систему, я здесь не понимаю. Вот, допустим, вот эта система, которую чувак уже описал. А я захожу, не видно, написано. Описано? Нет. Но это говорится о том, описал ли я ее. То есть у меня была система, где чувак описал там 2-3-4 планеты, а остальные не описывал. И летать к ним, как бы, ну вот, вы видите, очень долго. И проблематично. Мне кажется, тут очень не хватает фильтра, например, поставить, что не показывает планету, которую уже кто-то описал. Ну и летать, соответственно, это прям вообще геморрно. То есть вот тут мне еще повезло, планета находится недалеко, вот, ну, тысяча две. А видел я где по 200, по 300, по 400 световых лет, и нужно летать. Тысяч, по 400 тысяч световых лет. И нужно летать очень долго. Поэтому, чем дальше отлетаешь от пузыря, тем меньше планет, которые кто-либо бы описывал. Оно неудивительно. Так, я вот хочу гиганты, как минимум, попробовать описать. О, вот тут вообще планеты с высоким содержанием металлов. Ну, это же вроде гигант. Интересно. Вот, но я вот маленько тут побаловался, и, если честно, вот лень летать за планетами, которые которые не имеют стоимости. То есть, вот если посмотреть табличку, то эти все планеты стоят, ну, просто копейки. Понятно, оставить след хотелось, но тут можно столько следов оставлять. Вот если бы найти систему, которую еще никто не заходил, то есть быть первокрывателем системы, мне кажется, вот это было бы классно. И я тут еще одну фишку хотел показать. Она больше, наверное, к майнерам относится. О, где-то большие кольца. То есть, я так далеко даже не достает зонт, а кольца на таком большом расстоянии. Обалдеть. Вот, я подлетел к планете, захожу в это сканирование. Тут 8 зондов, но я хотел показать другое. Можно стрельнуть в кольца. И если сейчас повезет, покажу, что я там увидел. Вот, сканируются кольца, причем, видите, они несколько типов, они по-разному сканируются. Так, и что тут ничего нету? Странно, подожди. Во, смотри, появилась точечка. Вон, даже много точечек. Мы-то заходим в навигацию. Вот. Точка. И разные руды. Ну, например, моноцид стоит 200 тысяч. Выделяем ее. И вот туда мы можем прилететь. И, наверное, там можно найти много мацанита, но только я не понимаю. Его вроде добывается из ядер. То есть, он там, в принципе, будет в астероидах. Не знаю, как это будет работать. Или это будет его повышенное скопление. Скопление. Там платины много. Надо, короче, брать рудокоп, ставить этот сканер и пробовать сканировать именно кольца и посмотреть, что это будет. Ладно, но тем временем я посканирую сейчас... Ой, мне это надо. Просканирую эту планету. 8 зондов. Проверяем нашу табличку на 8 зондов, как стрелять. Ой, я мне даже... О, походу, сейчас не досканирую. Сейчас я лечусь в центр. Видать, я где-то промахнулся и в центр ударил. Вот в этом... Вот в этой стороне, походу, промахнулся. Ну, блин, будет теперь не идеальное сканирование. Мне нужно вот так вот где-то стрельнуть. Ну, ладно. Ну, вот первый промах. Интересно, сильно снизится от этого количество денег? Хотя, тут такая планетка. Сколько это? Что у нас? Металлическая, да, по-моему? Да. Одну ракетку не туда пустил. Промахнулся, видать. Ну, ладно. Короче, такие дела. Полетел я дальше искать что-нибудь интересное. Пока ничего нету. Все больше и больше планет, которые не описывают. Ну, понятно. Очень долго и муторно это летать к каждой планете. Но я тоже, скорее всего, не буду. Буду искать только вот эти дорогие планеты. Если будут, то буду описывать повторно даже. Короче, я тут летал и столкнулся с такой проблемой. Когда сканируешь систему и некоторые планеты уже кто-то описал. Например, вот тут какой-то чувак сделал опись этой планеты. И мне лететь к ней как бы бессмысленно. По списку планет я здесь не найду, где именно эта планета, которую он описал. Я, конечно, могу так вот просканировать, выбрать эту планету в цель понять, что эту планету просканировали. Вот эту, да? И как-то ее убрать. Но убрать я тоже не могу. Соответственно, если я к ней подлечу, потом мне вот этим сканером уже в упор другие планеты никак не проверить. Я, короче, нашел такую тему, что можно зайти в карту системы и здесь, если протыкаем по планетам, то мы видим, которые еще не сделали опись. Мы сразу видим здесь тип планеты богатыми металлами, например. И была ли опись, и был ли тут первый открыватель. Так вот, можно здесь зайти в модель. Я наконец-то понял, для чего эту штуку сделали. Просто мне было непонятно. И уже здесь смотреть, во-первых, та же описание, что за планета, если вы ее нашли, да? Например, вот у меня не следована, я ничего не знаю. Ну, кроме того, что первооткрыватель есть. В общем, нахожу здесь планету, тыкаю ее, смотрю, есть ли или нету первую опись, что это за планета, и самое главное, я могу прикинуть расстояние. То есть, вот моя метка, где я нахожусь, и по расстоянию. Вот эта планета будет дальше, чем вот эта. То есть, тут 3000 световых лет, но, соответственно, здесь 1000. Таким образом, я могу быстренько построить планеты, которые мне нужно еще описать, ставить на них метку, и бежать туда. Этот плюсик возле планеты говорит, что там есть еще рядом другие мелкие планеты. Итак, прыгаю я уже какое-то время. Не знаю, сколько тут уже прыжков сделал, не помню, сколько там, 450 было изначально или нет. Ну, вот такое расстояние уже преодолел. Почти каждый раз заправляюсь. Надо было, кстати, мне кажется, топливо поставить баков побольше, а то я переживаю и постоянно стараюсь заправляться, трачу на это время. Хотя в этот момент сканирую. Да, если посмотреть, сколько мне еще прыгать, я тут, наверное, да, даже меньше, чем одной десятой пропрыгал. Вот, пока ничего интересного не было, кроме вот такого момента. Нашел планетку, а тут я ее просканирую, сейчас она с высоким содержанием металла, но, ну, блин, сейчас подключу, она очень быстро движется вокруг планеты, кстати, интересно, сесть на нее можно? Да, на нее можно сесть, обалдеть, ты просто посмотри, как она выглядит на фоне этой планеты красного гиганта, и она движется, зря как быстро, прям ее вот, я становился, она движется прям на ходу, обалдеть. Интересно, как он будет стрелять, она так движется постоянно. О, тут вообще куда-то в сторону улетело. Обалдеть. Так, а мне теперь нужно застрелить куда-то, что вот туда подальше. Ну, прикольно, прикольно планетка, я бы даже, наверное, попробовал на нее высадиться. Так, все, просканировал. О, тут есть какие-то выдающиеся сигналы геологические, и плюсы бактерий, или как они называются? Фуморолы, кратеры. Обалдеть. А на ней есть? Он сигнал тревоги какой-то. У меня в теории есть терпиха, может быть, попробовать на что-то сесть. Хочется приземлиться на эту планету, посмотреть просто, как она будет выглядеть с планеты. Это красный гигант этот. Кстати, можно будет проверить, как чинить внутренний корпус, внутренние детали, если у меня что-то сломалось. Вот у меня поломались детали. У меня есть блок автоматического ремонта. Как им пользоваться, я что-то не понял. Перезарядка, починка, может быть, это оно? Отключают корабль и все его модули. Для ремонта сломанных модулей, работающих, чьи модули разбираются на запчасти. Нет, подожди, мне это не надо. Может быть. Вот так вот починка. А, да, точно, смотри, запчасти тратятся. Он все мне отключает. А что сразу включить нельзя? Ну, на 98% я не знаю, стоит ли тут все чинить. Давай силовую установку. А почему починить ее нельзя? А, интересно, а вот ее никак не починишь, получается, да? интересно. Интересно. Так, ладно, давай посмотрим, что за сигнал тревоги. Я тут хочу что-то на край границы сесть, вот с солнцем посмотреть, как это будет выглядеть. Получается, сейчас на темную сторону сяду. Мне очень приятно это. Так, уходим. Кстати, еще момент про вот эти линии синие. Это что-то типа гравитационного маневра. С помощью него можно намного быстрее разогнаться и пролететь в свою точку. Блин. Слушай, прикольно, походу из-за того, что вот именно эти биологические сигналы здесь на планете, она как-то по цветастей. О, тут еще одно солнце мне светит. Обалдеть, два солнца. Прямо так рядом. Надо куда-то туда, на границу впереди сесть. О, темненько стало. Там солнце, и здесь солнце. Обалдеть. Не, а вида тут, конечно, можно найти прям балдежное. Так, ну и вот он сигнал тревоги. Так, я понял. Мы такое уже видели. но здесь не думаю, что что-то интересного может быть. если я его таранул. Я просто не хочу садиться, терпиху разворачивать. Мне кажется, это как-то будет очень долго. Но тарануть, я походу, не смог его. как вы думаете, они мне быстро щиты сольют. Внимание, вы проникли в закрытую зону. я вижу, материалы какие-то валяются. Личное оружие, спасательная капсула, материалы, высокоплотные композиты третьего уровня. Ну, это фигня, если честно. Блин, 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 блин. Тихоньку хочу. Смотри, а дрона не трогает любитель. На самом деле, вот прям сейчас покажу. Наркотики. Это груз, короче, все. Смотри, с материалами. Если уж совсем лень, давай еще сюда подъедем. что-то есть. Контейнеры для химикатов. О, мне такое неоткрытое. Вот это посмотрим. У меня это неоткрыто. Смотри, что можно делать. Открываем грузовой ковш. Нацеливаемся. Делаем скорость 1. Желательно закину все в щиты. Вот, прицелимся по радару, где контейнер для материалов. И потихоньку на скорости 1. Тут даже 2 уже стоит. Давай на 1. Ладно, на 2. Хопа! И материалы собраны. Четвертого уровня. Спасательная капсула с пассажиром. Но я груз не хочу брать. Так, упс, надо подлететь. Короче, если прям очень лень, но какой-то материал важный, можно и так собрать. Да, закрываем ковш. Ну, второй элемент я брать не буду, но сам факт. прикольно же. Да, я сейчас, короче, сейчас лечу повыше. Мне очень интересно этот видок. Попробую как-нибудь с той стороны еще посмотреть сейчас. Блин, на самом деле, вот люди, наверное, какие-то творческие, которые прям вот видят, знаете, прекрасные во всем. Тут могут таких поток понаделать. Красивая игра, очень красивая. Это еще учесть то, что я игра не на максимальной графике. А еще и же тут можно и VR вроде играть. Там говорят еще красивее за счет ощущения размеров объектов. То есть не плоский экран, а вот такой объемный больше. Так, ну и хорошо бы сесть где-нибудь тут с той стороны, чтобы видеть два солнца. Так, терпиху я пока не буду запускать, я попробую сам выйти. Интересно, можно где-нибудь на такую планету высадиться, чтобы сел, чуть-чуть хорошо отпрыгнул и улетел. Да, интересно, можно ли улететь такой в открытый космос, прям оторваться от планеты. А это было бы забавно. Ой, как подлаги. О, первый шаг. Я получил, что-то я получил. Первый шаг. Что это такое? Анализ окружения. Небезопасна температура. Гравитация, температура 685 кельвина. И как я долго тут смогу находиться. А вы знали, такой прикол, что если сделать вот так вот, корабль включит фонарей. Прикольно. Только нужно тебе что-нибудь подсветить. Опа, выключил. Классно. Энергии у меня уже не хватает. Эх. Ну, прикольно. Получил какой-то первый шаг, но надо, конечно, в Одиссею смотреть. Я даже не знаю, что это такое. И... Только не говори, что ты мне выкинешь. Ну да. Ну да. Субтитры создавал DimaTorzok